В преддверии Дня Победы часть Абаканских улиц будет временно перекрыта для движения автотранспорта. Это связано с репетициями парада и других праздничных мероприятий. Так, 22 и 29 апреля станут пешеходными следующие улицы. Советская в границах Карла Маркса и Ивана Ерыгина, сама Карла Маркса в границах от Советской до проспекта Ленина. Ограничит движение на улице Щетинкина в промежутке от Хакасской до проспекта Ленина. Впрочем, перекрытие улиц будет недолгим, в пределах 10 минут для прохождения колонн. А 24 апреля автотранспорт не сможет проехать по улице Пушкина в границах Карла Маркса-Щетинкина, по улице Карла Маркса в границах Пушкина-Ленина и опять же по улице Щетинкина в границах Хакасская-Ленина. Тепловики вернули жителям Белого Яра больше 2,5 миллионов рублей за ненадлежащее оказание коммунальных услуг. Этой зимой в районном центре регулярно наблюдались перебои с теплоснабжением. Ситуацию взял на контроль департамент жилнадзор Минстроя Хакасии. Специалисты выезжали в Белый Яр, проводили внеплановые выездные проверки. На основании зафиксированных нарушений отдел экономического надзора обязал ресурсников произвести перерасчет. Они вернули потребителям 2,599,000 рублей, что отразилось в платежках за три месяца. В Хакасии готовятся к летнему оздоровительному сезону для детей. Минтруд соцзащиты региона уже составляет списки мест отдыха. Подготовку учреждений ведут муниципалитеты, сейчас это загородные детские оздоровительные лагеря «Звездный» и «Меридиан». От властей республики ждут разрешения на работу лагерей. Этот вопрос рассмотрят на следующей неделе. Все это будет зависеть от эпидситуации. Обязательные требования, заполняемость лагерей не более 75%, санитайзеры, дизары, термометрия, еженедельное тестирование персонала. Продажи путевок на летние сезоны в «Звездный» и «Меридиан» начнутся с 14 апреля. Предполагаемая дата заезда первой смены в «Звездный» – 12 июня, а в «Меридиан» на следующий день. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просыпайся, солнечная республика! Доброго и хорошего дня тебе желают утро Хакасии и мы, ее ведущие, Ксения Вербер и Андрей Кобзарь. Вместе мы сделаем все, чтобы начало этого дня стало для вас увлекательным и занимательным. Ну что, мы готовы начинать, так что поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За окном четверг, вот уже ровно середина апреля, 15 число. По народному календарю сегодня тит-ледолом. В этот день водоемы освобождаются от льда. Еще его называют «бесхлебница», ведь к этому моменту у народа заканчивались запасы зерновых. Остатки перебирали и готовили к новому посеву. А еще в этот день наблюдали за льдом на реках и на озерах. Если он тонет, то год предстоит тяжелый. А если вода разольется, можно ждать хороших трав и раннего бокоса. А вот и примета рыбакам на заметку. Если к титу лед еще не сошел, значит, улов нынешней весной будет плохим. А если вы встретите разворковавшихся голубей, то близится тепло. И мне кажется, что этих пернатых я сегодня точно увижу. Ведь в республике чуть потеплело, хоть и по-прежнему облачно. А где-то и вовсе ожидаются небольшие осадки. Пойдет дождь. Средние температурные значения в светлое время суток плюс 10. А после захода солнца столбики термометров поползут вниз и опустятся до плюс 3 градусов. Световой день растет и уже составляет 14 часов и целую одну минуту. А сейчас подробности. В Черногорске у Стебакани с утра облачно с прояснениями. В середине дня пойдет небольшой дождь. Температура поднимется до плюс 13 градусов, ночью похолодание до плюс 2. Легкий западный ветер разгонится всего до 4 метров в секунду. В Сорске небо затянуто облаками, но осадка в Синоптике не прогнозирует. Средняя температура в светлое время суток плюс 9, а в сумерках похолодание плюс 1. Слабый западный ветер со средней скоростью 4 метра в секунду. С утра в Саиногорске хмуро, впрочем, как и в течение всего дня. В обеденное время пойдет едва заметный дождь. Средняя температура в светлое время суток плюс 11 градусов, а ночью понижение до плюс 5. Слабые воздушные массы запада в среднем до 6 метров в секунду. В Бее погодные условия схожи, но небольшие осадки ожидаются только в сумерках. Температура воздуха поднимется до плюс 10, а ночью опустится до плюс 5. В Белом Яре облачно, в обед возможен небольшой дождь, который пройдет к вечеру. В светлое время суток плюс 13, а в сумерках плюс 4. Слабый юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Аскизе облака будут гулять по горизонту целый день, но синоптики не прогнозируют ни дождя, ни снега. Средняя температура в светлое время суток плюс 11 градусов, ночью температура опустится до плюс 4. Слабый юго-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. В Таштыке погодные условия схожи в течение дня. Облачно, возможно, выпадение дождя в днем плюс 10, вечером плюс 5. Средняя скорость воздушных масс 4 метра в секунду. В Абазе в течение дня небосвод затянут облаками и тоже возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до плюс 10, ночью градус опустится до плюс 3. Легкий сападный ветер. В Шарай-Баграде схожие погодные условия. Утро встретит облаками, до середины дня возможен небольшой дождь. Температура при этом поднимется до плюс 11. Ночью градус понизится до плюс 2. Слабый северо-западный ветер до 4 метров в секунду. В Копьево с утра возможен небольшой туман и дождь. Весь день пасмурно. Днем средняя температура плюс 9, вечером похолодание до плюс 4. В Абакане с утра облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. В светлое время суток плюс 11, ночью столбики термометров опустятся до плюс 3. В течение дня слабый юго-западный ветер, всего 4 метра в секунду. Относительная влажность, высокое атмосферное давление. По традициях расскажем о праздниках и событиях этого дня. К примеру, сегодня отмечаем Международный день культуры. Кстати, само слово «культура» в переводе с санскрита дословно означает почитание света, выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Мы поздравляем всех работников культуры и желаем вам море вдохновения. Еще сегодня следует поздравить и экологов. Точнее, тех, кто несет в массы полезную информацию об окружающей среде. Ведь 15 апреля – день экологических знаний. Так что не забывайте сортировать мусор и знайте, что бумага перерабатывается так же долго, как и пластик. Поэтому не раскидывайте ее, где попало. Это ты, кстати, верно подметил. Дай-ка пятюню. А вот весь апрель никому не верь. Кстати, сегодня дать пять – это лучшее приветствие, ведь шуточный календарь предлагает отметить именно такой день. А еще он предлагает прогуляться и тем самым отметить день путешественной легкие. Так что, Ксюша, вот тебе твой рюкзак, иди и погуляй, пожалуйста. Ну и ладно. Ну а пока мы смотрим, как Ксюша гуляет, и без нее можем посмотреть еще пять интересных фактов. Настоящая говядина тушеная – высший сорт, а также говядина тушеная – первый сорт, содержит кусочки мяса, примерно по 30 грамм каждый, и все это находится в бульоне. Если коснуться кусочка филкой, то они легко отделяются друг от друга. Если же в банке нечто монолитное, то явно нарушена технология изготовления, по которой все ингредиенты в банку добавляются отдельно, а не общей массой. Многие выбирают тушенку, трясут банку, и если там булькает, то ставят обратно на полку. Делать этого не надо, ведь это и есть та самая натуральная тушенка, в которой должен содержаться бульон. Наоборот, отсутствие булькания говорит о том, что в банке спаянная с загустителями масса. Как выбрать настоящую тушенку? Здесь главное – название. Если тушенка изготовлена по ГОСТу, то называется «свинина тушеная» или же «говядина тушеная». Остальные названия – это всего-навсего попытки выдать за тушенку непонятно что. Кстати, стоит заметить, что даже само слово «тушенка» на упаковке продукта также дает повод усомниться в его качестве. Предпочтение лучше отдать продукции в жестяной банке, а не стеклянной, хотя бы из соображений безопасности при хранении и транспортировке. При этом банка не должна быть помятой, а тем более быть вздутой или же иметь следы ржавчины. Все это говорит о несоблюдении условий хранения. Если вмятина – это еще ничего, то ржавчина имеет все шансы проникнуть в мясо. При нагревании тушенки цвет бульона должен быть от слегка желтоватого до светло-коричневого. Допускается наличие взвешенных белковых веществ в виде хлопьев. А также легкая мутность бульона. Но самое главное – при охлаждении бульон тушенки не должен превращаться в желе. Если же это происходит, то вывод прост. Недобросовестный производитель добавил загустителя, а это уже не по ГОСТу. Что такое кредитная история? Когда вы впервые берете кредит, становитесь созаемщиком или поручителем, начинается ваша кредитная история. В ней есть информация обо всех ваших кредитах и займах. Суммы, сроки и, главное, долги и задержки платежей, если такое случалось. Этот документ хранится в одном из бюро кредитных историй. И банки изучают его, когда решают, выдавать ли новый кредит и на каких условиях. Если предыдущие кредиты погашались с большими задержками, банк может отказать или повысить процент. Даже если вы аккуратный заемщик, стоит проверить свою кредитную историю. Так вы будете точно знать, не взяли ли мошенники кредит на ваше имя и нет ли в истории ошибок. Если записи верны, но кредитная история не вызывает доверия у банков, попробуйте ее улучшить. Возьмите небольшой кредит на короткий срок или оформите кредитную карту и аккуратно вносите платежи. Так со временем ваша кредитная история улучшится, и вы сможете взять кредит на большую сумму. Как получить свою кредитную историю и что делать, если в ней ошибка, читайте на fincult.info Каким будет твое лето? Скучным и однообразным? Решать тебе. И мы зовем тебе студенческие отряды. Здесь ты сможешь объездить весь мир, впитать в себя лето, построить будущее, оказаться на самом краешке земли. И, конечно же, это новые друзья и неплохой заработок. Студенческие отряды. Твое лучшее лето. Начинается дачный сезон. Рассада уже колосится. Пассивная картошечка на готове, поэтому на РТС начинается новый сезон рубрики «Успеваем». Это не просто пятиминутка с удовольствием. Это настоящий бальзам на душу для тех, кто любит дачу, грядки, сады. Ну, в общем, вы меня поняли. Давайте уже познакомимся с чудесным человеком, агрономом Центра садоводства Юлией Нингуловой. Юлия, доброе утро. Доброе утро, Андрей. Расскажите, как же вас, такую молодую красивую девушку, занесло в агрономство? Это, наверное, моя стезя. Я очень люблю свою профессию, свою работу. Я очень рада безвозмездно помогать каждому садоводу-огороднику. Ну, стаж у меня работы уже очень-очень большой, с 2002 года. Так что я не только теоретик. Еще и практик. Я практик прежде всего, да. Сначала на практике я теорию, так сказать, подтверждаю, а потом уже доношу в массы. И о чем же вы людям рассказываете? Ну, так как у нас Хакасия, это пусть зона и рискованного земледелия, но у нас произрастает все. Вплоть до винограда, абрикоса. Сами знаете, да? Поэтому каждый нуждается в помощи, особенно молодое поколение, которое сейчас... Которое в детстве не очень внимательно слушали своих бабушек, дедушек и родителей на участке, и сейчас не знают, как садить картошку. Да, еще в подростковом возрасте не столь хорошо помогали родителям, бабушкам, а сейчас, да, занимаются очень, как бы молодеет садовод-огородник. Поэтому он нуждается в помощи, как бы, вот такой, как бы, профессионала. У меня за спиной Тимирязевская академия, московская, в которой я сейчас также обучаюсь. Поэтому все лучшие знания, все новшества я... Для вас, садоводов. У вас все есть в вашем вооружении. Конечно. Что же вы будете рассказывать для наших телезрителей? Ну, так как садово-огородный период у нас начался, это жаркая пора уже, май не за горами, а это уже будем высевать все в грядки, начиная не только с картофеля, не только с рассады томатов, но и прежде всего это с холодостойких культур, это как морковь, свекла, лук, чеснок. Так что все буду рассказывать у каждого при посеве, свои нюансы. Во-первых, чтобы вырастить хороший корнеплод, вкусный, чтобы он в будущем сохранился хорошо, нужно и правильно подкармливать. Не как мы привыкли. Вы все расскажете. Я покажу, конечно, и расскажу. А угостите? Угостить, ну, можно и угощать, но вы должны прежде всего вырастить сами. Ладно, мы будем тогда пробовать. Ну, смотрите, кто работает, тот ест, правильно? Да. А тогда получается у нас что? И будет рецепт вашего вкусного шашлыка фирменного? Так, ну, во-первых... Дача – это же шашлыки. Даша, вот, дача – это шашлыки, гриль из баклажанов, из кабачков, как бы. Пожалуйста. Вы нас научите. Можно, научу, да. Угостить. И угощу, да, я очень хорошо готовлю, кстати. Да? Ну, здорово. Надеюсь, мы это тоже покажем. Наши телезрители все это увидят. Давайте же поговорим, может быть, о том, как, в принципе, у нас успехи у садоводов. Может быть, какие-то необычные сорта выращивают, или огромных размеров помидоры-огурцы. Ну, да, это тоже приветствуется. У нас очень много энтузиастов, которые, несмотря ни на что, бывает первый год, не получается там что-то вырастить, они не опускают руки, они идут до конца, вперед, и все равно их ждет успех. Поэтому, сейчас, если так вот посмотреть на семейной рынок, очень огромное количество, если брать томаты, это 10, выше 10 тысяч сортов. Понятно, что наши небольшие, вот эти наши 6 соток, не вместят себя. Не вместят, да. Поэтому, как я говорю, главное для себя что-то выбрать. Для чего? Потому что каждый томат отличается. Для засолки, для салата, для вяленья. В общем, различные виды томатов. Поэтому для себя, главное, по 5 растений разного сорта. Вот я больше 30 сортов высаживаю на участке. Самый экзотический, как называется? Сибирский абрикос, фисташковый великан. Звучит очень интригующе. Да, и по виду, и я думаю, что это очень-очень вкусно. Первый выпуск, напомню, для наших телезрителей выйдет в эту пятницу. С утра вы сможете насладиться. А чем, собственно, мы сможем насладиться? Первая тема у нас какая? Только слишком много не рассказывайте. Буквально анонс. Да, ну, конечно, зачем я буду скрывать все карты? Поэтому у нас весна, апрель месяц. Самое важное, все в сад. Все в сад? Все в сад. Обрезать деревья? Обрезка деревьев, обработка деревьев, да. Будете белить? Будем белить, будем стричь. Будем обрабатывать. Кстати, а где вы снимаете? Это ваш личный участок? Да, это личный участок. И какие же у вас есть деревья в саду? Деревья в саду у меня произрастают яблони, груши. Самое экзотическое дерево у вас в саду какое? Ну, из экзотов, как бы, пока ничего еще нету. У меня только колонновидная яблоня. Это какая? Ну, для многих это уже не новинка. Это у нас дерево растет колонной, как пирамидальный тополь. Не как мы яблоню представляем, да, что это массивное, трех-четырехметровое. Это намного поменьше. Более компактно. Компактно, да. И если у вас шесть соток, и на нем хочется, чтобы произрастали яблони, груши, абрикосы, персики. И под виноградник место тоже нужно оставить. Поэтому вот эти колонновидные яблони очень мало места занимают. И очень продуктивные, урожайные. Юлия, у вас есть замечательная возможность обратиться к нашим уважаемым телезрителям, садоводам, любителям. И дать им напутствие на будущий сезон дачный. Прежде всего, хочу поблагодарить каждого из вас. Я дорожу каждым из вас, садоводам, огородникам. Потому что не было бы вас, не было бы моей работы, как бы моего стремления что-то рассказать и вас познакомить. Поэтому стремитесь только к лучшему. У вас все обязательно получится. Юля, это отличные, чудесные слова. Я тоже желаю вам удачи и в жизни, и на участке. Спасибо за анонс рубрики «Успеваем». И доброго утра вам. Спасибо большое. Доброе утро. А я напоминаю, в эту пятницу, буквально уже завтра, вы сможете увидеть первый выпуск рубрики «Успеваем» с Юлией. И она вам расскажет, что делать в саду, как обрезать деревья. В общем, сами увидите. А сейчас будет много интересного. Не переключайтесь. Овны, вас ждет покой и умиротворение. Никаких неприятностей, но и ни одного радостного взрыва эмоций. Особых событий не предвидится. Тельцы, сегодня вы сможете свернуть горы. Не переусердствуйте, иначе окажетесь на больничной койке. Если проявите инициативу в любви, то улыбнется удача. Близнецы, вас ждет плодотворный и прибыльный день. Но для достижения многих целей придется вступать в противостояние с теми, кто не хочет работать. Раки, самое время совершать достижения. Для этого придется хорошенько потрудиться. Вы переполнены идеями, которые хотите осуществить. Львы, успех сегодня вам обеспечен. Не избегайте трудностей, терпение поможет вам. Живите сегодняшним днем, и тогда вас ждет душевный мир и согласие. Девы, день богат приятными событиями, как в рабочей, так и в личной жизни. Ситуация с финансами наладится, если вы будете предприимчивы. Весы, придется столкнуться с проблемами в деловой сфере. Люди, которым вы каким-то образом насолили, откажутся оказывать вам необходимое содействие. Скорпионы, этот день будет для вас благополучным и успешным в материальном и финансовом плане. Вы получите много заманчивых предложений. Стрельцы, сегодня будьте доброжелательны и терпимы. Тогда вы легко сможете ладить с близкими и родными, даже с теми, кто вас обычно раздражает. Козероги, вас ожидают разочарования. Все будет раздражать. Могут появиться комплексы из-за острых на язык людей. Просто отвлекитесь и поменяйте что-то в своем имидже. Водолеи, работа будет радовать, а денежная ситуация наконец-то обретет стабильность. В любви сегодня слушайте, а не диктуйте свои правила. Рыбы, вы сможете проявить себя как талантливые редакторы или писатели. Пропустив все впечатления через сознание, вы будете везде владеть ситуацией. Есть нужно правильно, есть нужно аккуратно. Ну вот прям как эти миленькие пушистики. Смотрите, как они аккуратно стоят, кушают. Вот только беленький котик, видимо, обречен там стоять и ждать, пока его более пухлые товарищи покушают. Пора бы и нам, кстати, подкрепиться. Но вот только что приготовить на завтрак. А с этим прекрасно справится наша Ирина Тапкасова. Давайте посмотрим, что же она нам приготовила. Всем привет, с вами Ирина Тапкасова. И, как всегда, вкусные, полезные и быстрые рецепты. Сегодня я вас научу готовить вкуснейшую, нежнейшую куриную печень в банке. Но так как я подготовила все продукты, оказалось, что у меня банки нет, я вместо банки буду использовать вот этот чугунок. Но выберите стеклянную, двухлитровую банку. Сейчас мы будем укладывать нашу печень слоями. Значит, я на дно банки, давайте я его так буду называть, чугунок банка, наливаю растительное масло, печень беру и сейчас делю ее напополам. То есть напополам, в принципе, вот фактически напополам. И напополам того количества, какое у меня есть здесь в чашечке. И укладываю ее вниз. Значит, солю, перчу. То есть вообще можете класть любые специи, какие вам нравятся. Вот я хочу еще положить карри. Так, чтобы цвет был красивый у нее. И сухой чеснок. Первый слой у меня готов. Теперь я беру морковь и режу ее прям кружочками. Тоже как бы половину той моркови, которую я хочу взять, половину порезала. И вот так вот слоем укладываю сюда. Если бы у вас была баночка, то бы, конечно, было все видно. Она так красиво слоями получается. Так, теперь беру лучок. Так, и засыпаю слой репчатого лучка. Так, теперь все повторяем заново. Берем оставшуюся печень. Выкладываем. Перчим. Солим. Так, чуть-чуть чесночка, как мы делали. И карри. Так, и все накрываем опять же слоем морковки. Вот, у нас печень сразу же получается с гарниром. Так. И сейчас берем зеленое яблоко. Вырезаем у него сердцевину. Ну, еще вот так вот разрежу напополам. Такими большими прям кусочками. И выкладываю сюда. Теперь чуть-чуть еще наливаю растительного масла. Так, чтобы оно пропиталось. И беру сверху, накрываю фольгой. Теперь самое важное. Обязательно нашу баночку ставим в холодную духовку. Иначе она лопнет. Ставлю. И включаю на 200 градусов. Так, все. 10 минут назад я сняла фольгу. Поставила обратно, ну, чтобы там запеклось. И сейчас я уже все это дело достаю. Боже, какой запах, посмотрите. Все пропиталось, я уже вижу. Достаем и гарнируем. Все компоненты дали сок. Все это пропиталось. Конечно, это все нужно полить соком вот этим, который у нас тут есть. Аромат стоит неописуемый. Я люблю это блюдо кушать без гарнира, потому что здесь уже достаточно овощей, которые пропитаны именно соком яблока, к печени. Очень нежно, очень вкусно. И низкокалорийно. В начале этого месяца на всю страну прогремела новость из Благовещенска. Кардиохирурги успешно провели операцию на сердце в горящем здании больницы, потому что отступать уже было некуда, и пациент был нетранспортабелен. Всех врачей и младший медперсонал тут же нашли, и мне кажется, что их фотографии облетели, ну, весь рунет. Страна должна знать в лицо своих героев. Но совсем недавно оказалось, что мужчина, которого оперировали, давным-давно спас из пожара двух детей. Твори добро, и оно к тебе обязательно вернется. Лучше и не скажешь. Ну, раз такое дело, то предлагаю посмотреть новости в нашей республике. В преддверии Дня Победы часть Абаканских улиц будет временно перекрыта для движения автотранспорта. Это связано с репетициями парада и других праздничных мероприятий. Так, 22 и 29 апреля станут пешеходными следующие улицы. Советская в границах Карла Маркса и Ивана Ерыгина, сама Карла Маркса в границах от Советской до проспекта Ленина. Ограничит движение на улице Щетинкина в промежутке от Хакасской до проспекта Ленина. Впрочем, перекрытие улиц будет недолгим, в пределах 10 минут для прохождения колонн. А 24 апреля автотранспорт не сможет проехать по улице Пушкина в границах Карла Маркса-Щетинкина, по улице Карла Маркса в границах Пушкина-Ленина и опять же по улице Щетинкина в границах Хакасская-Ленина. Тепловики вернули жителям Белого Яра больше 2,5 миллионов рублей за ненадлежащее оказание коммунальных услуг. Этой зимой в районном центре регулярно наблюдались перебои с теплоснабжением. Ситуацию взял на контроль департамент жилнадзор Минстроя Хакасии. Специалисты выезжали в Белый Яр, проводили внеплановые выездные проверки. На основании зафиксированных нарушений отдел экономического надзора обязал ресурсников произвести перерасчет. Они вернули потребителям 2,599,000 рублей, что отразилось в платежках за три месяца. В Хакасии готовятся к летнему оздоровительному сезону для детей. Минтруд соцзащиты региона уже составляет списки мест отдыха. Подготовку учреждений ведут муниципалитеты. Сейчас это загородные детские оздоровительные лагеря «Звездный» и «Меридиан». От властей республики ждут разрешения на работу лагерей. Этот вопрос рассмотрят на следующей неделе. Все это будет зависеть от эпидситуации. Обязательные требования, заполняемость лагерей не более 75%, санитайзеры, дезары, термометрия, еженедельное тестирование персонала. Продажи путевок на летние сезоны в «Звездный» и «Меридиан» начнутся с 14 апреля. Предполагаемая дата заезда первой смены в «Звездный» – 12 июня, а в «Меридиан» на следующий день. На дворе середина апреля, весна. Так и хочется сказать, грачи прилетели. Ну какие птицы уже действительно вернулись после зимовки в наш регион? Об этом мы поговорим с заведующей кафедрой биологии Института естественных наук и математики Тамарой Злотниковой. Тамара Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, а грачи у нас обитают в Хакасии? Конечно, в Хакасии очень много грачей. Мы можем видеть их и в городе, и в парках, во дворах, где высокие деревья, есть их гнезда. В городе гнездятся также черные вороны, они строят гнезда одиночные. Если же вы на дереве видите много гнезд, на одном дереве, то это, вероятнее всего, грачи. Сейчас они уже прилетели, прилетают они в конце марта, в первых числах апреля, ну и вскоре приступят к строительству гнезд. Тогда уже все жители города узнают об этом, потому что они будут создавать шум, будут заметны хорошо. А чем они сейчас питаются? Грачи питаются любыми растительными животными кормами, которые могут добыть на открытой земле. Поэтому улетают они очень поздно, иногда в ноябре, потому что снега пока нет, корм добыть они могут. И прилетают очень рано с первыми проталинами. Единственное, что в городе грачи могут кормиться и где-то рядом с воронами на мусорных контейнерах. Ну, это как исключение, как особый такой способ питания. Вообще они улетают на открытое пространство рядом с городом, долины рек, какие-то степные участки, поля сельскохозяйственные. И вот все, что на земле наидут, тем и кормятся. Кроме грачей, какие птицы еще уже вернулись в зимовки? Сейчас уже многие птицы прилетели. Самыми первыми у нас прилетают полевые жаворонки, грачи, огари, пеганки. Огори, пеганки – это утки, водоплавающие. То есть они прилетают еще до того, как водоемы от льда освобождаются. Кроме того, прилетели тресогузки, зяблики, ну и ряд других насекомоядных видов птиц. Однако многие птицы еще не прилетели, а, скворцы прилетели, главные вестники весны. Не прилетели еще птицы, которые кормятся либо личинками насекомых, либо витающими в воздухе мелкими насекомыми, например, стрижи ласточки. Их пища появляется, когда совсем тепло. Это конец мая, начало июня бывает даже. То есть вот это самые поздно прилетающие в Хакасию птицы. Стрижи, ласточки, кукушки, иволги, камышевки. Вот эти виды. Хорошо, а вот мы говорим про тех, которые прилетели. А кто оставался зимовать вот тут вот? Зимует довольно много видов птиц. Это всем известные городские оседлые виды. Черная ворона, полевой воробей, домовый воробей, сорока, большая синица. Но также иногда на незамерзающих участках водоемов остается зимовать водоплаваще. Например, в районе ГЭС Красноярской, Сыношушенской, там, где не замерзают водоемы, кряква, утки кряква, гоголи, крохоли. Причем образуют большие скопления. Там гоголи, сотни птиц остаются зимовать. Бывает и такое. Вот смотрите, водоплавающие, это понятно, они как бы питаются рыбой. А те, кто вот другие, кто в чертах города остается, вот чем они питаются? Нет, водоплавающие тоже не все рыбой питаются. Если водоем не замерз, значит, там есть беспозвоночные разные, ну, ракообразные мелкие, моллюски, они их отсыживают, утки, гуси отсыживают, их ими питаются. А в городе, ну, это синантропная корма, или антропогенная корма, так лучше сказать. Корма, связанная с деятельностью человека, пищевые отходы. Также в окрестностях города, это там, где зимущие стадии насекомых, например, синицы и дятлы. Семена трав, вот сухостой, который над снегом остается, там, полыни, марий и так далее. Семенами есть определенная группа птиц зимующих. Урагусы, например, или длиннохвостая чечевица, чечетки, они здесь семенами питаются. Ну, также какие-то открытые участки земли, ну, там, семена, какие-то там зимующие стадии насекомых. Ну, самая разная корма. Ну, и зимуют некоторые хищные, точнее, даже не зимуют, а прилетают зимовать в Хакасию, например, кречет. Кречет зимует в Хакасии, потому что в Хакасии снега мало в степях, грызуны активны зимой, и есть чем кормиться. Белая сова прилетает зимовать в Хакасию, с более северных районов. То же самое, грызунами питается. Ну, и в городе ты точно наверняка не увидишь это все как бы за городом, да? Нет, конечно, это не городские птицы. Такой еще вопрос, почему некоторые птицы, они как бы чирикают, а другие словно поют такую протяжную мелодию? Ну, у птиц на самом деле есть три варианта звуковой активности. Первая – это настоящие песни. Поют только самцы и только в гнездовой период, и только у некоторых видов отряда воробьинообразная. То есть поют далеко не все птицы. У остальных, то есть самцы вне периода размножения, а также самки, молодые птицы, они издают позывки разного рода. Там, чириканье, пиканье, пеньканье, теньканье, там, стрекот, клекот, все что угодно. То есть это голосовые звуки, и они служат для коммуникации. То есть они сообщают о месте нахождения, сообщают об опасности, о месте нахождения пищи и так далее. То есть для общения. А также есть и голосовые звуки. То есть некоторые виды птиц не могут издавать голосовые звуки, ну или точнее могут, но не всегда им достаточно. Они могут издавать звуки клювом, например, дятел. Вот дятел может долбить дерево, потому что добывает насекомых из-под коры, а может иногда весной слышно трель дятла. То есть он бьет по щепе какой-нибудь, она вибрирует, и характерный звук. Этот звук заменяет дятлу песню. То есть он показывает самке, что здесь самец, у него есть территория, и он готов к размножению. Некоторые птицы вибрируют перьями, то есть бекас, например, поднимается вверх, резко падает вниз, перья хвоста вибрируют, издают специфический звук, похожий на блеяние ягненка. Это тоже им заменяет песню. А выпь, например, самец выпьет, опускает клюв в воду и выпускает воздух, и издается такой глухой протяжный звук, раздающийся, который слышно за несколько километров. Вот тоже это заменяет ему песню. То есть самые разные варианты звуков. Вот коммуникация. Если говорить про наблюдения за птицами, вот как это всё происходит? Выезжают куда-то в поле, ведётся какой-то подсчёт, может быть, или вот... Ну, конечно, и в рамках практик учебных, и в рамках научных исследований мы проводим разные наблюдения, в том числе и за птицами. За птицами наблюдаем с помощью бинокля или с помощью фотоловушек. Ну, фотоловушки – дело дорогостоящее и требует много времени их использования. А с биноклем проще. Ну, то есть на расстоянии, естественно, птицы большинство видов осторожны, близко не подпускают, поэтому с помощью бинокля. Ну, вот в период размножения в основном рано утром. То есть самое благоприятное время для наблюдения за птицами в гнездовой период – это час до восхода солнца и первые два часа после восхода солнца. То есть рано-рано утром. Тогда максимальная активность у них, поют они, перемещаются. Зимой в самое тёплое время суток удобно наблюдать за зимующими видами. Естественно, учёты проводим, студенты выполняют курсовые работы, выпускные работы, статьи готовим. Тамара Викторовна, спасибо большое, что заглянули к нам на чашечку чая с утра. До свидания. Хорошего дня. А мы движемся дальше. Не переключайтесь, ведь впереди ещё много всего нового и увлекательного. Накануне по пляжу во Флориде прогулялся торнадо. Принесло неожиданного гостя с Мексиканского залива. Впечатляющее видео сняли очевидцы. Жители города Панама, по улицам которого прошёлся торнадо, предусмотрительно остались дома и заперли все окна и двери. О пострадавших не сообщается. А вот уже другое видео из Исландии. Там, кажется, не все так ответственно подходят к своей безопасности. Люди просто гуляют рядом с лавой. Ну а нам в Хакасии ничего подобного не грозит. Ветер слабый, а вулканов и вовсе нет. В целом в республике чуть потеплело, но по-прежнему облачно. Погода не порадует сегодня солнцем, а где-то и вовсе ожидаются небольшие осадки. Пойдёт дождь. Среднее температурное значение в светлое время суток плюс 10. А после захода солнца столбики термометров поползут вниз и опустятся до плюс 3 градусов. Световой день растёт и уже составляет 14 часов и 1 минуту. Ну а сейчас к подробностям. В Черногорске и Усть-Ибакане с утра облачно с прояснениями. В середине дня пойдёт небольшой дождь. Температура поднимется до плюс 13 градусов, ночью похолодание до плюс 2. Лёгкий западный ветер разгонится всего до 4 метров в секунду. В Сорске небо затянуто облаками, но осадка в синоптике не прогнозируют. Средняя температура в светлое время суток плюс 9, а в сумерках похолодание плюс 1. Слабый западный ветер со средней скоростью 4 метра в секунду. С утра в Саиногорске хмуро, впрочем, как и в течение всего дня. В обеденное время пойдёт едва заметный дождь. Средняя температура в светлое время суток плюс 11 градусов, а ночью понижение до плюс 5. Слабые воздушные массы запада в среднем до 6 метров в секунду. В Беи погодные условия схожи, но небольшие осадки ожидаются только в сумерках. Температура воздуха поднимется до плюс 10, а ночью опустится до плюс 5. В Белом Яре облачно. В обед возможен небольшой дождь, который пройдёт к вечеру. Светлое время суток плюс 13, а в сумерках плюс 4. Слабый юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Аскизе облака будут гулять по горизонту целый день, но синоптики не прогнозируют ни дождя, ни снега. Средняя температура, в светлое время суток плюс 11 градусов, ночью температура опустится до плюс 4. Слабый юго-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. В Таштыпе погодные условия схожи. В течение дня облачно, возможно, выпадение дождя. Днём плюс 10, вечером плюс 5. Средняя скорость воздушных масс 4 метра в секунду. В Абазе в течение дня небосвод затянут облаками и тоже возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до плюс 10, ночью градус опустится до плюс 3. Лёгкий сападный ветер. В Шарай-Баграде схожие погодные условия. Утро встретит облаками, до середины дня возможен небольшой дождь. Температура при этом поднимется до плюс 11. Ночью градус понизится до плюс 2. Слабый северо-западный ветер до 4 метров в секунду. В Копьёво с утра возможен небольшой туман и дождь. Весь день пасмурно. Днём средняя температура плюс 9, вечером похолодание до плюс 4. В Абакане с утра облачно с прояснениями. Днём возможен небольшой дождь. Циклое время суток плюс 11, ночью столбики термометров опустятся до плюс 3. В течение дня слабый юго-западный ветер, всего 4 метра в секунду. Относительная влажность, высокое атмосферное давление. Что такое кредитная история? Когда вы впервые берёте кредит, становитесь созаёмщиком или поручителем, начинается ваша кредитная история. В ней есть информация обо всех ваших кредитах и займах. Суммы, сроки и, главное, долги и задержки платежей, если такое случалось. Этот документ хранится в одном из бюро кредитных историй. И банки изучают его, когда решают, выдавать ли новый кредит и на каких условиях. Если предыдущие кредиты погашались с большими задержками, банк может отказать или повысить процент. Даже если вы аккуратный заёмщик, стоит проверить свою кредитную историю. Так вы будете точно знать, не взяли ли мошенники кредит на ваше имя и нет ли в истории ошибок. Если записи верны, но кредитная история не вызывает доверия у банков, попробуйте её улучшить. Возьмите небольшой кредит на короткий срок или оформите кредитную карту и аккуратно вносите платежи. Так со временем ваша кредитная история улучшится, и вы сможете взять кредит на большую сумму. Как получить свою кредитную историю и что делать, если в ней ошибка, читайте на fincult.info. Каким будет твоё лето? Скучным и однообразным? Решать тебе. И мы зовём тебе студенческие отряды. Здесь ты сможешь объездить весь мир, впитать в себя лето, построить будущее, оказаться на самом краешке земли. И, конечно же, это новые друзья и неплохой заработок. Студенческие отряды. Твоё лучшее лето. Домашние питомцы. Кто они? Верные друзья и товарищи? Компаньоны? Или маленькие пушистики, которые радуют глаз? Не знаю. Каждому своё. Ну, я знаю точно, животное – это не игрушка. Ну, давайте обо всём по порядку и подробнее. Сегодня у нас в студии зооинженер Людмила Боболева. Людмила, здравствуйте. Доброе утро. Ну, расскажите немножко, вот с чего стоит начать, выбирая себе питомца? Ну, питомца, прежде всего, выбирать, надо, значит, подойти несколько аспектов должно быть, да? Для чего вы приобретаете собаку, да? То есть это будет собака-компаньон, это будет собака-друг, это будет собака, которая будет нести какие-то служебные качества, либо это будет собака-охранник. Затем надо определиться, необходимо, с породой. То есть, в принципе, у нас сейчас очень много и в интернет, на интернет-ресурсах есть, разного вида породы можно посмотреть. Можно обратиться в любой из клубов, которые находятся у нас на территории Республики Хакасия, и переговорить, в принципе, с кинологами, с хендлерами, пообщаться именно о той или иной породе. Определиться с полом, то есть какой это будет пол, то есть это будет либо это будет кобель, либо это будет сука, да, и что вы в дальнейшем хотите от этой собаки иметь и видеть. Затем возможности, то есть это будет собака, которая будет лежать у вас дома на диване, то есть либо это будет собака, которая будет жить в вольере, либо она будет в свободном беге где-то находиться, да, либо это будет собака, которая, уходя на работу, вы ее будете закрывать в клетку, да, То есть тоже как-то надо определиться, для чего и какие возможности у вас будут. Затем определиться, какое будет кормление, сможете ли вы, то есть любая собака, так же, как и любой человек, требует каких-то непосредственно вложений. То есть должно быть кормление, необходимо обязательно лечение. В принципе, начиная с маленького возраста, там, с щенка, да. То есть необходимо как ревакцинация, ну, вакцинация, ревакцинация, Плюс какие-то лечения непосредственно заболеваний, то есть даже те же там простудные заболевания. То есть у собак это тоже всё бывает. И воспитание. То есть тоже большую роль играет, конечно, воспитание у собаки. То есть если вы приобретаете собаку-охранника, значит она должна непосредственно проходить какие-то курсы у кинологов. Если это собака, которая сидит в вольере, она тоже должна знать, кто в доме, скажем так, кто хозяин, кто её кормит. То есть различные аспекты, которых прежде всего надо, ну как вот мы пишем плюсы и минусы, да, то есть тетрадочки также точно для себя написать и уже на каждый вопрос сделать свой ответ. И тогда уже определиться. Ну если вот человек просто хочет завести дома спокойную собаку, какую породу для этого лучше всего заводить? Здесь рассматриваются собаки-компаньоны. То есть это должны быть не служебники, да, то есть это, ну допустим, вот можно завести, сейчас очень широко распространена, да, собака там лабрадор, да, то есть в принципе спокойная собака, очень адекватная. Если это маленькие дети в семье, да, то это, допустим, собаки, я бы там рассмотрела, колли, допустим, да, шелти, собаки, которые непосредственно с детьми очень хорошо ладят. То есть смотря для чего вы, ну то есть берёте собаку. Хотя с другой стороны, допустим, маленький тетерьер, который можно носить, которого в сумочке, да, либо там чухуахуа, то есть это тоже собачка вроде как компаньоны, тоже будешь с ней вроде как по улице гулять, то есть смотря, определиться, что хочет сам человек. То есть непосредственно, то есть это будет большая собака, которая, допустим, там, ну хотя бы или там среднего порода, средних пород, скажем так, либо это будут декоративные породы, либо можно и большую собаку дома держать, то есть у нас доги немецкие. Ну в квартирах вот... Немецкий дог. Спокойно и содержится, всё хорошо. Да, ну то есть это всё зависит от воспитания. То есть опять же мы переходим, когда вы делаете для себя какие-то вот именно аспекты, то надо подумать о воспитании. То есть если это собака крупных пород, да, то есть если это доберман, если это, допустим, немецкий дог, то, конечно, нужно непосредственно занятия с кинологами, там, занятия с хендлерами, то есть вот так вот. Если, например, сложилась такая ситуация, завели собаку, может быть, даже щенка годовалого уже довольно крупных размеров, он начинает в доме всё грызть. Это нужно сразу же к кинологу обращаться или можно как-то сделать так, чтобы он перестал этим заниматься? Ну, всё равно консультация. Если это уже взрослую собаку приобрели, то непосредственно всё равно надо, конечно, посоветоваться с кинологом, узнать хотя бы, какие можно применять меры, скажем так, насильственного воздействия на собаку, да, то есть как повлиять на неё психологически, как-то вот именно в воспитании. Почему? Потому что годовалая собака, то есть в принципе, ну, если брать по физиологии, то это ещё, в принципе, щенок. Но это щенок уже со своей психикой, то есть щенок, который уже, то есть он уже имеет своё собственное я, пусть оно и небольшое, да, и очень тяжело, когда уже, то есть годовалый щенок, то есть тяжело для, ну, уже как-то заниматься воспитанием даже где-то самому. Может быть, обратиться к кинологу, просто хотя бы узнать первые какие-то, показать, допустим, кинологу, который занимается дрессировкой, показать эту собаку, да, а может быть, даже пригласить домой именно кинолога, чтобы он посмотрел, как эта собака действует именно в домашних условиях. Потому что собака, опять же, придя к кинологу куда-то просто на дрессировку, она может вести себя абсолютно адекватно, а дома приходить опять там переворачивать. А, то есть и такое бывает, да? Да. В общем, это зависит как-то тоже от зоопсихологии как раз, да? Да, это психология, вообще зоопсихология, она изучает психику собаки вот именно на, скажем так, на уровне мозга. То есть просматривая все. Вот, допустим, взрослая собака, когда она хочет кушать, да, она знает, что у нее в миску положена еда, и она идет. Взять, допустим, щенка, он тоже же вроде как хочет кушать, но он не пойдет к этой миске. Почему? Потому что у него в психике еще не заложено, что у него есть чувство голода. Потому что у него есть мать, которую он еще на данном этапе кормится от нее. Ну, интересно. А вот если, например, ребенок очень хочет сильно себе собаку домой, вот что в этом случае делать родители? В этом случае надо сразу же понимать, то есть иметь большое понимание того, что ребенок, это не ребенок хочет себе собаку. Это вы приобретаете собаку для ребенка. Почему? Потому что ребенку собака интересна будет, пока это маленький щенок, да, это вот маленький пушистик, с ним интересно играть. И в дальнейшем. То есть прежде всего надо, конечно, проводить с детьми большие беседы о том, что собаку берете не на один год, да, что это там десятилетие, что с этой собакой надо гулять ходить. То есть либо, если это собака, которая дома находится, что надо будет все равно менять пеленочку. То есть придя со школы, не просто сидеть там в телефоне, в интернете, в компьютере, да, а сходить с собакой погулять, что-то надо утром вставать. Вот зима, дождь, холод, то есть для выгула собак нет погодных условий, она всегда должна, то есть как бы ходить, либо гулять, либо я говорю еще раз, говорю, что если это на пеленочку ходит, значит надо все равно дома, в домашних условиях, это надо постоянно, чтобы было чистенько всегда. То есть надо понимать, для ребенка вы берете просто друга. Вот, то есть есть, конечно, есть, допустим, дети, которым необходимо, действительно, да, вот у нас есть разные виды, там, дельфинотерапия, ипотерапия, также точно вот собакотерапия, есть дети, которым необходимо общение с животными, именно, то есть в данной ситуации очень хорошо подходят собаки, да, то есть вот для детей, у которых какие-то нарушения в развитии. Предлагаю об этом поговорить уже в следующей беседе нашей. Сейчас я прощаюсь с вами, всего доброго, спасибо большое, что посетили нас сегодня. Всего доброго, до свидания. До свидания. Все хорошо. А мы продолжаем наш эфир, не переключайтесь. Овны, вас ждет покой и умиротворение, никаких неприятностей, но и ни одного родостного взрыва эмоций, особых событий не предвидится. Тельцы, сегодня вы сможете свернуть горы, не переусердствуйте, иначе окажетесь на больничной койке. Если проявите инициативу в любви, то улыбнется удача. Близнецы, вас ждет плодотворный и прибыльный день, но для достижения многих целей придется вступать в противостояние с теми, кто не хочет работать. Раки, самое время совершать достижения. Для этого придется хорошенько потрудиться, вы переполнены идеями, которые хотите осуществить. Львы, успех сегодня вам обеспечен, не избегайте трудностей, терпение поможет вам. Живите сегодняшним днем, и тогда вас ждет душевный мир и согласие. Девы, день богат приятными событиями, как в рабочей, так и в личной жизни. Ситуация с финансами наладится, если вы будете предприимчивы. Весы, придется столкнуться с проблемами в деловой сфере. Люди, которым вы каким-то образом насолили, откажутся оказывать вам необходимое содействие. Скорпионы, этот день будет для вас благополучным и успешным в материальном и финансовом плане. Вы получите много заманчивых предложений. Стрельцы, сегодня будьте доброжелательны и терпимы. Тогда вы легко сможете ладить с близкими и родными, даже с теми, кто вас обычно раздражает. Козероги, вас ожидают разочарования. Все будет раздражать. Могут появиться комплексы из-за острых на язык людей. Просто отвлекитесь и поменяйте что-то в своем имидже. Водолеи, работа будет радовать, а денежная ситуация наконец-то обретет стабильность. В любви сегодня слушайте, а не диктуйте свои правила. Рыбы, вы сможете проявить себя как талантливые редакторы или писатели. Пропустив все впечатления через сознание, вы будете везде владеть ситуацией. Весна когда-нибудь уже точно наступит, солнышко начнет пригревать и можно будет доставать свой велосипед с балкона. Ну я тебе сейчас кое-что покажу, только ты не расстраивайся особо. Ну очень постараюсь, давай показывай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Впечатляет, но знаешь, я считаю, что в нашей программе «Утро Хакаси» нужно больше велосипедов. Тогда давай скорее смотреть нашу рубрику по приколу? Покатай на раме. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok